Приветствую на канале девайс, я подобрал для тебя комплектующие, которые отлично впишутся в добротный игровой комп за 60 тысяч. Медленно работает ютуб? Не теряйся, подписывайся на мой телеграм, первая ссылка в описании, а еще там есть скидочные промокоды. Для этой сборки в качестве видеокарты представлю тебе RTX 4060. Здесь и сейчас это отличное решение для начального уровня для Full HD гейминга. При своей цене начинающейся от 30 тысяч лучше ее не найти. И я сейчас объясню почему. Экономить 2000 рублей ради покупки RTX 3060 из прошлого поколения не имеет смысла, ведь прирост производительности у младшего видеочипа 4000 линейки составляет 10-17%. У красных есть достойный оппонент RX 7600. По чистому фпс, без улучшалок в виде DLSS и FSR, от игры к игре будет либо одинаковый показатель, либо вперед будет выбираться одна из карт. Примеры игровых тестов ты найдешь в конце видео, а сейчас перейдем к ее преимуществам и отличительным особенностям. При одинаковой мощности и разнице в цене от 0 до 1000 я советую остановиться на варианте от зеленых. Все-таки в те моменты, когда тебе захочется получить больше кадров в секунду, тебе на помощь, без труда придет DLSS, которая была и остается лучшим решением для масштабирования изображения. В сравнении с FSR от AMD ты получишь лучшую картинку на выходе, есть конечно тайтлы, в которых технология конкурентов сможет показать себя чуточку лучше, но на карте от Nvidia ты сможешь получить FSR и на RX 7600 не будет DLSS. При таком небольшом отличии по стоимости в сторону GeForce говорит и меньшее потребление, всего 115 Вт, что на 43% меньше показаний у RX, которые потребуют меньших затрат на блок питания. И получается, разницы между видеокартами практически нет, а преимущества на стороне зеленых. К тому же из-за небольшого тепловыделения RTX 4060 можно смело покупать в самом простом варианте с одним вентилятором на системе охлаждения. Я не только подобрал для тебя комплектующие, но и оставил на них ссылки, которые ведут к приятным ценам и надежным магазинам. Там ты найдешь полную информацию о каждом участнике сборки и реальные отзывы покупателей. Сердцем моего компа стал процессор Intel Core i3-12100F. Четыре ядра и восемь потоков. Когда-то это был удел самых старших i7, но времена меняются и такой ЦП ты найдешь по стоимости от 7000. В моей сборке он справится с RTX 4060 и не разочарует тебя своим быстродействием, а его бюджетная цена то, что нужно. Что касается конкурентов, поскольку выбранная видеокарта базируется на восьми линиях PCI-Express 4.0, то сборка на Ryzen 5500 и A520 чипсете проходит мимо. С их поддержкой только 3.0 версии интерфейса ты получишь потерю около 5% фпс. Впустую отдавать кадры сомнительная затея, AR5 5600 обойдется на 3000 рублей дороже и ему понадобится плата на B550. Что будет дороже нашей еще на 2000, но про материнку через мгновение. Подписывайся на канал, ведь с девайсом ты всегда будешь в курсе всего самого интересного на тему компов. Ставь лайк, делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Вся моя сборка собирается вокруг бюджетной материнской платы H610MH V3 от Gigabyte. Как я уже упоминал ранее, главное, что тебе необходимо в ней, это поддержка PCIe 4.0. На этой плате вместо i3-12100F ты не пожертвуешь ни капли фпс твоей RTX 4060. В остальном это самый бюджетный представитель H610 чипсета. Выглядит бедновато, но за 6000 рублей ты получишь все, что необходимо для игрового компьютера начального уровня. M.2, гигабитная сеть, DDR4 до 3200 МГц. Отсутствие радиатора на элементах системы питания, построенной по схеме 4.1.1, никак не скажется на использовании нашего четырехъядерника. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти в сборке равна 3200 МГц. Для быстрого и производительного i3 этого значения будет достаточно, поэтому я взял комплект Patriot Memory Vapor Elite 2 на 16 гигабайт двумя плашками именно такой частоты. Значение 3200 выставляется в один клик с помощью XMP. А выбранная мной плата как раз поддерживает применение профилей, зато по сравнению с обычными JEDEC плашками ты получишь более низкие CL18 тайминги и стильный внешний вид радиаторов. В качестве твердотельного накопителя я решил не жертвовать скоростями и взял NVMe SSD Western Digital Blue SN570. По сравнению с конкурентами в своем ценовом диапазоне он предлагает достойные показатели чтения и записи. А его ресурс работы в 300 TBW отличное решение от производителя. При пятилетней гарантии это означает, что ты можешь полностью перезаписать весь его объем в 500 гигабайт 300 раз за это время. То есть каждый день по 80 гигабайт, такого размера, например Cyberpunk 2077. Этот надежный SSD от проверенного временем производителя обойдется в цену до 5000. Процессор в этой сборке имеет TDP равный 58 Вт, а его пиковое значение легко перекрывается производительностью выбранного мной кулера. ID Cooling SE903SDV3 рассеивает 130 Вт благодаря трем тепловым трубкам и 92-мм вентилятору. Его небольшие габариты поместятся в любом tower-корпусе и не будут мешать любому комплекту оперативки. Его стоимость находится в пределах 1000 рублей, которая не ударит по твоему кошельку. Максимальное потребление связки i3-12100F и RTX 4060 составляет 204 Вт. Компьютер со всеми компонентами и подключенной периферией будет нуждаться примерно в 300 Вт. С хорошим запасом вам блок питания на 400 Вт. На эту роль отлично подойдет Deepcool PF400, который по 12-вольтовой линии выдает 384 Вт. Все необходимые черные провода в наличии, а благодаря их плоскому дизайну ты легко справишься с кабель-менеджментом. Сертификат эффективности 80 плюс вайт и отсутствие модульности компенсируется стоимостью этого наделенного всеми необходимыми защитами блока, которая меньше 3000. В качестве корпуса для моей сборки я выбрал недорогой корпус First Player Trilobite T3. Его стоимость находится в пределах 4000 рублей. Самый главный его плюс, помимо цены, это компактность. Форм-фактор, мини-тауэр, а значит максимальный размер материнских плат только мини-ITX. Наша плата поместится, а сам компьютер будет меньше средних башен, и его можно будет поставить на столе. RTX 4060 в большинстве своем имеют одно- или двухсекционный дизайн системы охлаждения, но даже длинные модели до 320 мм с удобствами залетят в Trilobite T3. Четырехкомплектных 120-мм вентиляторов для эффективного продува столь холодной сборки хватит за глаза. Все необходимые комплектующие для сборки компьютера за 60 тысяч я тебе показал. Теперь пора проверить, на что он способен. Я протестировал его в современных играх с требовательной графикой. Видеокарта позиционируется для использования в разрешении 1080p, но я решил показать тебе ее возможности еще и в 1440p. Все игры протестированы на максимальных настройках с отключенными технологиями апскейлинга. Вот тебе несколько примеров того, что ты получишь от этого компа. Для Full HD разрешение количество кадров в секунду практически всегда поднимается выше 60, но как и в любом правиле есть исключения. Эта видеокарта вытягивает только 50 фпс Valen Wake 2, что немало для самой требовательной однопользовательской игры за последнее время. Но чтобы ты понимал, то сами разработчики рекомендуют на ультрах использовать DLSS и FSR для игры в 60 фпс и 1080p. Что касается тех же самых игр в 1440p, то ты получишь неплохой фпс. В некоторых играх и без масштабирования картинки можно получить больше заветных 60. Ну а там, где меньше, ты сможешь включить DLSS или опустить пару пунктов в настройках. Исходя из тестов, могу без капли сомнения заявить об отличной производительности компьютера, но все же рекомендовал бы использовать эту сборку за 60 тысяч только для Full HD. Без оглядки на более высокое разрешение, ты сможешь спокойно запускать все игры на ультра настройках еще несколько лет. Вот такой комп у меня получился, ссылки на все комплектующие с выгодными ценами находятся в описании под видео. Для еще большей экономии ты найдешь промокоды в моем телеграм-канале, оцени видео лайком и поделись своим мнением в комментариях. Подпишись на канал, чтобы всегда быть в курсе новых выпусков. До скорых встреч!